Для прорисовки фона я подобрал светло-голубой цвет. Это пятнадцатый номер в моем наборе. И для того, чтобы он выглядел однородно, нам еще понадобится растушка. То есть фон мы положим из одного цвета и класть будем именно тонкий слой, чтобы слишком не выглядела пасмурная погода. Так, накладывать будем слева направо. Соответственно я возьму листик, чтобы не пачкать руками уже нарисованное. И равномерными штрихами в одном направлении наносим тонкий слой голубого цвета. Продолжение следует... Фон всегда лучше накладывается тонкими слоями. То есть наложили первый слой, да? Посмотрели как оно вообще выглядит. Возможно будет иметь смысл что-то изменить, что-то затемнить, что-то наоборот оставить светлым. На этапе, когда вы кладите тонкие слои, поправить гораздо проще. Растушку, прежде чем растушивать, особенно растушевывать светлые какие-то цвета, обязательно подточите наждачкой, да? Снимите с нее краску лишнюю, чтобы фон у вас не был грязным. Иначе светлый-то нам очень просто сделать грязным. На самом деле, если вы затачиваете острый карандаш, да, при рисовке фона, то на самом деле тут можно и не пользоваться растушевкой. Если сделать стрыхи очень частыми, близкими друг к другу, то, в принципе, фон уже будет выглядеть народным. Продолжение следует... Вот сейчас я возьму чистую растушку. Слегка разотру положенный цвет, чтобы он выглядел нежнее. И так проходим по всем белым местам, которые остались в нашей картине. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так вот наш натюрморт с яблоками закончен. Остается поставить подпись. И так, что у нас получилось в этой картине? Мы научились рисовать яблоки, научились рисовать листья простыми цветными карандашами. Научились делать набросок, используя сетку. Фон у нас здесь, конечно, был простой. Но если, кстати, вам не хватает именно такого фона, светло-голубого, то можете положить второй слой, либо такой же голубой тон, будет просто потемнее, либо можно немножко синего добавить. Тут уже на ваше усмотрение. Надеюсь, все из вас дошли до конца, всем из вас хватило терпения, и вы получили от этого удовольствие. До встречи в следующих мастер-классах и уроках сайта anilov.ru